Картины ингушских художников, наряды горянок, киджигитов, фольклор, национальные ритмы и блюда с 7 по 8 декабря в городах-героях Минске и Бресте прошли Дни культуры Ингушетии. Наш корреспондент Лейла Гагиева тоже побывала в Белоруссии и расскажет, что запомнилось посетителям больше всего. Башни находились чуть подальше от реки, потому что река подтачивала берега. Вместить многовековую культуру в рамки одной экспозиции – задача не из простых, но Ася Явлоева тщательно подошла к выбору материала из фондов Государственного музея изобразительных искусств, понимая, что от каждой детали здесь зависит первое впечатление у посетителей о культуре и традициях Ингушетии. Часть декоративно-прикладного искусства мы представили двумя авторами, привезли коллекцию средневековых и традиционных нарядов. Среди экспонатов выставки – произведения таких признанных мастеров живописи, как Мурата Паланкоева, Зелимхана Исмурзиева, Хасулта Акиева, Дауда Аздоева и других. Ну а народный художник Мусам Артазанов показал мастер-класс в технике пастель. Всё это вызвало неподдельный интерес и восхищение у посетителей. Каждая картина просматривалась зрителям, и было видно, что людям интересно, люди рады видеть творчество наших художников. Горы такие, вот кажется, что, ой, как бы туда попасть. Я не ожидала, воршивая. У меня мороз попозже, все слов нет. Национальная библиотека представила богатую книжную экспозицию «Ингушетия от истоков к будущему». Отдельный раздел выставки посвятили боевой летописи Ингушетии и, в частности, участию ингушей в обороне Брестской крепости. Книги, раскрывающие историю нашей республики с древнейших времён. Это и исторические сведения, это и художественная литература. Всю эту подарочную коллекцию книг из 25 краеведческих изданий министр культуры Марит Газдиева передала в дар Национальной библиотеке Белоруссии. С первых нот зажигательной ингушской лесгинки, грациозных движений в танце артистов государственного ансамбля. Зал замирает и, не привыкшая к таким резким переходам в музыке, публика бурно аплодирует после каждой секундной паузы, не дожидаясь завершения выступления. Ну а песня «Беловежская пуща», ставшая своеобразным символом Белоруссии в талантливом исполнении Рагда Ханивой, вызвала у зрителей бурю оваций. Дни культуры республики Ингушетия в Белоруссии выдались очень насыщенными как культурными мероприятиями, так и официальными. Вопросы культурного сотрудничества, а также увековечивания памяти погибших ингушей, участвовавших в обороне Брестской крепости, обсудили на встречах с первым замминистра культуры Белоруссии и председателем Горсовета народных депутатов Бреста. Очень много общего и в плане какой-то истории, особенно героической, связанной с Великой Отечественной войной. У нас много есть общего в желании жить в дружбе, во взаимопомощи. Мы обсуждали с министром культуры и архивного дела дальнейшие перспективы нашего сотрудничества и договорились о том, что мы разработаем соглашение с сотрудничеством и план мероприятий, чтобы такие дни культуры, дни кино, чтобы взаимные гастроли наших коллективов, контакты между музеями, библиотеками, между учреждениями образования в сфере культуры, они развивались на системном основе. Так что нынешний визит – это не просто яркий праздник, но это еще и большой деловой визит, который станет началом и продолжением наших добрых культурных связей. Завершением встречи стала экскурсия по мемориальному комплексу Брестской крепости. Внимание ингурской делегации обратили на памятную плиту, посвященную рядовому 125-го стрелкового полка Халиту Датиевичу Цычоеву. Память герою войны почтили минутой молчания и возложением цветов к памятнику. Десятки черно-белых фотографий наших земляков, защитников крепости, которые вошли в документальную выставку «Герои Бреста. Уроженцы Ингушетии» теперь смогут увидеть и посетители музея. Я сегодня под большим впечатлением от проведенных встреч в мемориальном комплексе Брестской крепости «Герои». Я в восторге от концертной программы, от солистов, исполнителей, от Государственного ансамбля народного танца Ингушетии. Ну и, безусловно, нам очень приятно, что в дни культуры Ингушетии в Республике Беларусь нам передаются эти стенды, рассказывающие о защитниках нашей общей земли в годы Великой Отечественной войны. Это, будем говорить, продолжение нашей общей истории. Помнит народ Ингушетии о тех событиях. Мы, безусловно, тоже об этом помним. Надо, чтобы память о тех трагических, сложных днях Великой Отечественной осталась в наших сердцах, в нашей памяти. И не только осталась, а чтобы мы, это еще одно свидетельство, мы сможем передать эту память нашим детям. То, что происходит все эти два-три дня, это очень важно, потому что уровень задан очень высокий. Нас принимают на уровне министерства страны. Вы видели, что вчера в зале были представители Министерства иностранных дел Беларуси, послы иностранных государств. Было руководство Министерства культуры Республики Беларусь, посольство, естественно, российское, представители посольства российского. Поэтому мы с вами сделали, я думаю, что очень важное, очень значимое мероприятие организовали. И я очень надеюсь, что вот те впечатления, те эмоции, которые вызваны были нашими артистами, их мастерством, они надолго запомнятся белорусскому зрителю. И это наше посещение будет иметь очень большой-большой резонанс. Плюс к тому, вместе с заместителем министра культуры Республики Беларусь, мы на двухсторонней встрече договорились о подписании соответствующего соглашения о сотрудничестве между Республикой Ингушетия и Республикой Беларусь на ближайшую перспективу. Директор мемориального комплекса, в свою очередь, пригласил ингушскую делегацию принять участие в 2018 году в ежегодных масштабных мероприятиях 22 июня, посвященных памяти защитников Отечества, плодой Великой Отечественной войны.